Приветствую вас, Анна. Я думаю, что у вашей ситуации, у вашей проблематики, которую вы описываете, есть несколько ключевых моментов. Во-первых, я думаю, что вам действительно нужно об этом с кем-то поговорить. Я, правда, не могу сейчас сказать с кем, потому что ваш вопрос, он, ну, больше, может быть, к медикам, то, что вы спрашиваете, по крайней мере, по крайней мере, то, что вы спрашиваете. Вот. Потому что мы психологи, а ваш вопрос, такое чувство, что больше обращен именно к медикам. Вот. Ну, понятно, что могу быть не прав, могу ошибаться, но выглядит это вот именно, именно так. Вот. Ну, вам действительно нужно поговорить об этом с кем-то. Вам действительно нужно поговорить. Действительно есть чувство, что вас это гложет, есть чувство, что вас это тревожит. есть чувство, что, ну, действительно, вот, это переживание, оно с вами. Я не думаю, что вам именно нужно к этому доктору, если для меня остается загадкой, что мешает вам проверить себя сейчас пройти условно-медицинское обследование, да, вот, и, как бы, ну, пройти медицинское обследование, и понять, в каком состоянии находится сейчас ваша, ну, ваша печень, я так понимаю, про неё речь идёт, вот. То есть, я бы сказал, что это вот, наверное, то, что лично мне довольно сложно понять. Вот. Сейчас. Потому что, ну, такое ощущение, что вам нужно именно вот, вам нужен именно вот тот врач, именно вот он, ну, именно вот он, поговорить с ним нужного. Такое ощущение у меня, по крайней мере, возникает. Вот. Если я ошибаюсь, то хорошо, я буду рад ошибаться. То есть, я тут, как бы, даже спорить не буду с вами. Вот. Если я не брал, то хорошо. Вот. Но есть у меня такое подозрение. Слышим мышцы проверить себя прямо сейчас. Вот. Но почему-то вы именно этого не делаете. Вот. О чём это говорит? О чём говорит то, что вы этого не делаете? Ну, говорит о том, что вы в какой-то момент перешли вот эту черту, когда боялись или боитесь для того, чтобы действительно что-то исправить. На мой взгляд, сейчас уже вы боитесь, потому что это стало в какой-то степени вам выгодно. На мой взгляд, вы боитесь сейчас именно потому что стали получать некоторую такую, знаете, коричневую выгоду, я бы сказал от этого, от того, что вы делаете, к сожалению. И мне кажется, что вот эта вторичная выгода для вас сейчас сложнее. Конечно, вы можете со мной не согласиться, но я думаю, что чуть ли не единственное основание это вот то, что вам, вероятно, в жизни сейчас не сказать, чтобы особо, а сказать, чтобы особо, что было интересно вам. Мне так кажется. Вот. И интереснее, да, интереснее вот бояться в своей жизни. Но выглядит это все так, как будто вы бежите от своей жизни. Выглядит все это так. Как будто бы вы страшитесь в своей жизни. Выглядит все это так, как будто бы вы боитесь жить. Понимаете? Вот. И это, наверное, самое грустное в этой ситуации. То, что вы, может быть, на самом деле боитесь жить. вот. Вы говорите, что бизнес, ну, вот, что не может строить бизнес в какой-то степени из-за вот этой ситуации. А мне кажется, что вы боитесь начинать бизнес. Вот. Боитесь? Ну, не знаю, может быть, неудачи, может быть, боитесь что-то потерять и так далее. То есть, ваша жизнь сейчас вам не настолько интересно, чтобы жить ее, не зная, что будет дальше. опять же, поймите меня, пожалуйста, правильно. Мне нет цели вас как-то обидит. Мне нет цели вас задеть. Моя цель просто дать свою вам обратную связь на то, что вы говорите. Мне кажется, это важно. Вот, собственно, ну, возможно, именно для этого вы обратились к нам, к психологу. Вот. Да, слова вас травмировали. Безусловно. Безусловно, вас травмировали эти слова. Слова, которые сказал доктор Большимен Безусловно. Мне кажется, даже больше, что почему-то вы не позволили себе выразить свой страх, который у вас был, или который у вас есть, то есть, он был тогда, есть сейчас. Вот. Почему-то вы его предпочли скрыть свой страх. Маме вы ничего не сказали. Следующее. А, почему-то вы наделили доктора, вот именно доктора, вы наделили, ну, по сути, сверх, сверх возможностями. То есть, вы считаете, что именно он знает, что с вами не происходит. Хотя, уже сейчас, как бы, говорить, что, ну, понимаете, что он уже старый, вот, что он сейчас, может быть, вас даже и не помнит. Вот. Но, как-то мало вас это волнует. на это все равно вот есть беспокойство такое все равно. Все равно присутствует у вас это беспокойство. И мне кажется, что все это следствие вашего ограничения и подавления себя. мне кажется, мне кажется, что это следствие того, что вы себя ограничиваете. Вот. Но пока что я не очень понимаю в чем и как. болезнь для вас стала важнее, чем жизнь. Но если это так, если болезнь для вас важнее, чем жизнь, то ведь вполне вероятно, вполне вероятно, что в следующий раз, например, когда вы перестанете бояться, когда наконец может быть выяснится, здоровы, к примеру, может быть случится такая ситуация, что вам окажется не рада чего жить. Понимаете? какая штука. Это было бы очень грустно. Понимаете? Вот то, что я бы мог вам сказать. Вот то, что я бы мог вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения вот именно какого-то, ну, своего взгляда, да? Вот. И так далее. мне кажется так, но могу ошибаться. Поэтому не хотел бы ни в коем случае навязывать вам свою позицию, не хотел бы ни в коем случае этого делать. Вот. Надеюсь просто, что вам это будет ну, как минимум. Интересно, как максимум. Я надеюсь, выйду сюда сделайте определенные выводы. Вот. Постарайтесь прямо сейчас себе ответить на вопрос. Что вам вообще интересно? Чего вам хочется? Понимаете? ответить на вопрос? Вот. То, что я бы вам сказал бы сейчас. Ну, я имею ввиду с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Надеюсь, вам это было полезно. Буду благодарен, буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Позволит вам двигаться в направлении изменения моего поведения и отношения к жизни вашей. Вот. Желаю вам всего самого лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Вот. Очень надеюсь, что вы обратитесь за помощью. Очень надеюсь, что вы обратитесь к нам, обратитесь к психотерапевке и позволите нам себе помочь. я желаю вам удачи, я желаю вам успеха, желаю вам рады. помочь чтобы вам помочь вам помочь вам помочь